Хотя мыши, по-моему, больше любят мясо. Как это вообще связано с обзором консилеров? Хороший пример того, куда заносит мой мозг и сколько приходится вырезать для того, чтобы создать конечное видео. Всем привет! Я рада приветствовать вас на пути к поиску самого идеального консилера. Что? Такое впечатление, что мы с вами в секте. Но если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что в 2019-м я хочу найти самый идеальный консилер. Не важно, где он прячется, в каком магазине, в какой ценовой категории, мы тебя найдем. И сегодня я решила пройтись, наверное, по бестселлерам в люксе. То есть это не новые релизы, это то, что можно увидеть уже на протяжении очень многих лет. То, что, в принципе, людям нравится, то, что покупают, иначе бы это, наверное, сняли с производства. Да, сегодня мы с вами поговорим не об одном, не о двух, а о целых трех консилерах. И это будет полноценный обзор со съемками в начале дня, в конце дня, в общем-то, сравнительными кадрами, какой, как себя ведет, у кого какая там особенность и так далее. Но, тем не менее, сегодня мы с вами поговорим о Clorance Instant Concealer. Очень много я слышала об этом консилере, как о очень сильном претенденте в плане анти-эйдж консилеров. То есть для уже такой более возрастной кожи, у кого морщинки есть, кому не нужна сухость под глазами. Далее, конечно же, абсолютная классика – это Estee Lauder Double Wear. И последний у нас с вами сегодня претендент – это Clinique. Он называется Line Smoothing Concealer. У меня здесь есть очень профессионально подготовленные пометки на вот таком вот клычке бумажки, но, тем не менее, там вся самая важная информация есть, поэтому давайте приступать. Знаете что, давайте, наверное, начнем с их цены. Вообще, в принципе, если вы зайдете в магазин, вы увидите, что все эти три консилера приблизительно более-менее в одной ценовой категории. Самый дорогой из них – это Estee Lauder, но он стоит не настолько, чтобы прям сильно дороже, но немножко дороже, чем остальные. Но в то же время, если их рассматривать с точки зрения, что вы получаете за свои деньги, то есть какой объем, то самый дешевый получается Clorance, потому что здесь на минуточку 15 мл объема, а самый дорогой как раз-таки и по объему, и по своему ценнику – это Estee Lauder, потому что здесь всего 7 мл, а Clinique где-то так болтается посерединке, вернее, ближе, наверное, все-таки к Estee Lauder. Здесь немножко больше 8 граммов. Что касается того, что нам обещают производители, то тут все очень тоже похоже. То есть в основном все они заявлены как от среднего до плотного покрытия, что они хорошо скрывают темные круги под глазами, что они хорошо держатся на протяжении дня, также что они не подчеркивают морщины. Единственное, Estee Lauder еще заявлен как водостойкий, потостойкий и влагостойкий, ну в смысле, что влажность воздуха ему не помеха. Всеми этими тремя консилерами я уже какое-то время попользовалась, и в принципе, вот если вот так вот в глобальном масштабе их сравнивать, здесь нет какого-то такого консилера, который, знаете, вот прям очень сильно выделился по сравнению с другими в плохую сторону или в хорошую. Они все приблизительно одинаковые. У них есть скорее такие легко уловимые отличия, и давайте я вам о каждом по порядке расскажу, и покажу, соответственно, кадры того, как они держатся, как они наносятся, как они выглядят сразу после нанесения и так далее. Начнем, наверное, с Clorans. Как я и сказала, его огромным достоинством является его объем, потому что действительно его хватит на очень долго. Вообще, в принципе, я думала, что это будет что-то похожее на It Cosmetics, потому что форма выпуска такая же, и тоже по сводчам, и потому что я видела в интернете, мне показалось, что он более такой вязкий. Тем не менее, по своей формуле, по своей текстуре, он наиболее легкий, наверное, то есть это ближе, наверное, все же к флюиду, и что касается покрытия, то тоже у этого консилера самое легкое покрытие из всех троих. И я не хочу, чтобы вы сейчас подумали, что этот консилер ничего не перекрывает, все равно у него приблизительно среднее покрытие, может быть, чуть-чуть ниже среднего, потому что вот конкретно с этим консилером, когда его наносишь, все вообще выглядит просто потрясающе, и в конце дня вот эта вот самая темная зона, которая находится вот здесь вот, она немножко все-таки показывается на поверхности. Тем не менее, среди его достоинств это то, что это, наверное, самая увлажняющая формула из всех трех, потому что все остальные немножко более подсушивающие, и в принципе это такой довольно приятный консилер. Если вы от него не ждете прям сумасшедшей стойкости на протяжении дня, у вас нет очень сильных темных кругов под глазами, он вполне может вам понравиться. Что же касается Estee Lauder Double Wear, то вот именно этот нужно брать тогда, когда вам нужно самое плотное покрытие и самая большая стойкость на протяжении дня. Если вы знаете, что у вас будет очень тяжелый день, очень длинный день, очень стрессовый день, то как бы вот. Estee Lauder Double Wear покинул чат. В общем-то, как бы правильно описать этот консилер? Вот когда его наносишь, он наилучшим образом среди всех вот этих вот консилеров перекрывает какие-то темные круги, выглядит в начале дня, и большую половину дня он выглядит очень прилично. Но в конце дня уже видно, что зона под глазами подсушивается. И, кстати говоря, у всех этих консилеров были абсолютно одинаковые условия. Я их наносила абсолютно одинаково, растушевывала одним и тем же спонжем, закрепляла одной и той же пудрой. Кстати, я использовала Golden Rose, который называется Long Wear Finishing Powder. И приблизительно более-менее одно и то же количество часов я это все носила у себя на лице. Так вот, что касается Estee Lauder, то, вы знаете, здесь такие смешанные у меня чувства, потому что я пересматривала отснятый материал, как это все выглядит, и вот у меня вот лично мои ощущения, и как я это видела в зеркале. Мне казалось, что вот Estee Lauder лучше всего подходит под вот такие вот именно длинные тяжелые дни, и когда вот в конце дня смотришь на себя в зеркало, очень такое приличное состояние зоны под глазами. Но когда я уже сравнивала отснятый материал и смотрела, как какой консилер себя повел на протяжении дня, я заметила, что Estee Lauder это, наверное, самый такой подсушивающий вариант, но в то же время это и самая стойкая формула, и самая перекрывающая. А вот консилер от Clinique поразил меня больше всего, вообще меньше всего ставок я поставила именно на этот консилер, потому что вот как-то вообще в целом бренд Clinique вот не вызывает у меня чувства какого-то экстаза, то есть я слышу Clinique, и у меня не начинают течь слюни, как-то неконтролированные, и глаза у меня не становятся такими зомбированными, что я просто лечу к этому стенду, как мышь на сыр. Я это все к тому говорила, что, в принципе, я не ожидала от него каких-то чудес, и я его закинула в корзину, просто потому что ценовая категория была приблизительно одинакова, то есть все это люкс, все это приблизительно в одной стоимости, а мне хотелось сделать именно такой хороший сравнительный обзор нескольких консилеров. Так вот, у этого консилера среди заявлений также еще и то, что он разглаживает морщины, не подчеркивает морщины, ну и вообще он называется Line Smoothing Concealer, то есть сглаживающий морщины консилер. И вот как-то вот именно это я в нем и увидела. Но вы знаете, в чем прикол? Вот это вот личностное восприятие и то, во что ты ударяешься лбом, как афакт, когда ты пересматриваешь отснятый материал, где вот явно видно, особенно когда сопоставляешь сразу несколько картинок, какой консилер выглядит в конце дня. Вот реально я посмотрела и я увидела, что клиник, это, наверное, самое лучшее состояние кожи в конце дня, она выглядит наименее сухо, наименее подчеркнуты морщины, наиболее это похоже на какой-то естественный тон кожи, без каких-то лишних теней, без какой-то лишней синевы или какого-то серого подтона. И давайте я вам как раз-таки сейчас и покажу вот эти сравнительные кадры в конце дня, чтобы вы сравнили и сами воочию видели, о чем я говорю. И на основе этих кадров вы даже самостоятельно можете сделать выводы и даже не обращать внимания на то, что я говорю, потому что там и так все очень даже понятно. В заключение давайте, наверное, еще пару слов буквально скажу об оттенках. В Clorance я взяла оттенок 01. Это достаточно светлый оттенок с очень-очень легким розовым подтоном. Тем не менее, этот розовый подтон не такой, как у Maybelline в розовом цвете, то есть там вот конкретно прям розовый, а здесь такой еле-еле розоватый намек. Что касается Estee Lauder, то здесь я взяла оттенок, который называется 2C Light Medium Cool, и в Clinique я взяла оттенок номер 02 Light. Вот Clinique и Estee Lauder это практически идентичные оттенки, и у обоих этих оттенков такой вот легкий персиковый подтон. Что касается их упаковки, то здесь, наверное, дело предпочтения. У Clorance, ну, обычная упаковка, никаких ни плюсов, ни минусов. Довольно все гигиенично, потому что можно выдавить там и на палитру, можно выдавить на руку, не обязательно там вот так вот наносить под глаза это все дело. Что касается Clinique и Estee Lauder, у них идентичная просто упаковка. Единственное, вот этот вот аппликатор у них разный, и у Clinique он ужасно дурацкий, мне он вообще не нравится, потому что он какой-то просто как для Хоббита. Он очень маленький по сравнению даже с тем же Estee Lauder. А для тех, кто привык к таким аппликаторам, как Shape Tape, например, то этот будет казаться вообще как будто он для Лилипута просто создан, особенно тот, который у Clinique, потому что он еще раза в два меньше, чем тот, который у Estee Lauder. Ну, как бы там ни было, это, знаете, уже такие мелочи, лишь бы придраться. Ну, вот, собственно, и все. Вот как-то так бы я описала эти три консилера. На самом деле, они мне все три понравились по-своему. Нет здесь такого консилера, который, знаете, хочется выкинуть в мусорку или там кому-то передарить, от него избавиться. Вот всеми тремя я пользуюсь. Как я и сказала, Clorance это такое вот просто приятное ощущение, легкое, увлажняющее, что-то такое. Estee Lauder это выбор на такие длинные тяжелые дни, когда пускай там чуть-чуть, конечно, может и подсохнет, но, тем не менее, продержится максимально долго, без того, чтобы там что-то начало уже отпечатываться, тушь там начала отпечатываться, он как-то начал смазываться и так далее. А Clinique для меня это на данный момент, наверное, самый такой ходовой выбор. Я могу это использовать и в повседневном макияже, и когда снимаю видео. Вот сейчас, кстати, у меня под глазами тоже Clinique. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Но, кстати, я не хочу, чтобы вы здесь заблуждались и подумали, что все, на этом обзоры консилеров закончатся. Далеко нет. Мы с вами еще будем тестировать и бюджетные консилеры, и какие-то супер премиум консилеры. Кстати, я по вашему совету сисло и таки заказала, поэтому я его обязательно тоже протестирую. А вот это видео как раз получилось таким коротким руководством по люксовому сегменту, потому что, наверное, это одни из самых таких консилеров, которые больше всего вот так маячат, когда заходишь в какой-то магазин люксовой косметики. Тем не менее, видео пора заканчивать. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете посмотреть какие-то другие мои видео, которые сейчас вам рекомендуют YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся очень скоро в моем новом выпуске.